Шойгу, где мобилизованный Путин, где конкуренты? Разные вопросы сейчас звучат от россиян и будем пытаться обо всем этом поговорить просто сейчас. Меня зовут Ирина Узлова, со мной Ольга Курносова, российская оппозиционерка, а также политический аналитик. Ольга, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Начнем мы не с этого. Дмитрий Медведев, наверное, уже готовится активно к новогодним праздникам. У него, в принципе, общение, я так подозреваю, не заканчивается. Предупредил украинцев он об уголовной ответственности за русский оливье на Новый год. Предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины, военный преступник Дмитрий Медведев, статьей «Наказание за приготовление салата оливье или салата сельдь под шубой». Представитель страны, где селедка уже дороже золота просто-таки стоит. Ну вот он такой шутничок, значит, говорит, надо лишать свободы на срок от 3 до 7 лет, либо штрафом в размере 1 миллиона гривен с изъятием предметов преступления. То же деяние, совершенное с использованием своего служебного положения или повторно в течение года, Медведев предлагает наказывать сроком лишения свободы от 7 до 15 лет. Вообще упился, что ли? Ну да, собственно, попытка изображать из себя какого-то клоуна – это вот нынче фишечка Дмитрия Медведева. И даже уже перестаешь понимать, он правда пьет без продоха или какого-то специального алкоголика нанял, чтобы он ему писал вот эти бредовые тексты. Но вот на самом деле нормальный человек прочитает и думает, боже, что это такое? Я уж не говорю про то, что все-таки салат Оливье имеет французское происхождение, хоть россияне и полюбили его есть на Новый год. А опять-таки это не старая традиция, а во многом навязанная по большому счету государственной пропагандой уже вполне себе даже не в советские, а в российские времена. Да, он бы лучше, может, подумал, где россияне найдут деньги сами на шубу без селедки, потому что селедка, как и яйца, дорожает очень сильно перед новогодними праздниками. Или, например, о том, что его сын оказался в 12-м пакете санкций от Европейского Союза. Это он почему-то, мы, кстати, ждали, но не прокомментировал особо. Ну, неприятно, ведь на сын-то позвонил и сказал, пап, ты ел совсем, пишешь всякую хрень, а потом у меня в пакет санкций включают. Я вообще-то на это не рассчитывала, потому что не для этого я учился за границей, чтобы в пакете санкций сидеть. Но вот, что называется, получается, что иногда сын за отца отвечает. Да, не для того Медведев растил квиточку, так сказать. А как вы думаете, все равно они же чувствуют это и политическую изоляцию, экономическую от очередного пакета санкций. Пусть бы там что ни говорили, но мы-то прекрасно видим, что санкции работают. Мы с вами обсуждали не единожды проблемы в авиации гражданской, с которыми сталкивается Российская Федерация. И не только лишь, все равно же где-то там неприятненько. Они же на самом деле сидят и влажные мечты о Европе не полишают. Ну, конечно, столько понакупили, где только вилл нет. И тут тебе на Лазурном берегу, и в Испании, и в Италии. Кому что нравится. Там у кого-то вообще в Венеции, понимаешь. И тут вдруг всего этого лишаешься. Ну и как без этого? Конечно, проклятая Европа отнимает самое дорогое, что у них есть. Недвижимость и деньги, которые, собственно, они же там и купили, и положили. И которые костерят Европу на чем свет. Спрашивается, где тут логика, да? Вы же говорите, что она такая злобная, такая страшная. Геи на каждом шагу прыгают. Только через границу перестопишь, на тебя уже гей накинется. Зачем же вы там дамы покупаете? Но нет. Одно дело брать с экрана телевизора, и совсем другое дело вести самому себя. И видеть свою старость, глядя на прекрасное Средиземное море. Ольга, как вы думаете, Медведев будет готовить оливье или сельпо-шуба? Или там настрогает какого-то боярышника, да и весь его салат на Новый год? Ну, надо же все-таки закусить-то, столько пить-то. Ведь все-таки надо же как-то печень-то беречь и поджелучно. Поэтому как раз оливье хорошая закуска. Все-таки майонезик, яйца, опять же, хоть и подорожавшие, но я думаю, что у Медведева денег на яйца хватит. Кстати говоря о яйцах, Левада-центр выпустил новый опрос населения. И именно яйца, а не переизбрание Путина. Вот, например, интересует российское население. И не только лишь яйца, а в целом рост цен, тарифов ЖКХ, курса доллара. 38% считают это важнейшим событием года уходящего. А вот объявления Путина на выборы Путина, 25% только лишь сочли, что это важно. Конечно, продолжение СВО, как они называют войну, 22%. Интересует и конфликт на Ближнем Востоке, стрельба в российских школах. Встречи Путина с Си Цзиньпинем. Прямая линия тут немножко заняла, но не сильно, чтобы. А вот взятие того, что России так до конца и не удалось взять, Бахмута и продолжение СВО как-то вот не очень, как видим, возбуждает россиян. О чем вам говорят все вот эти цифры и показатели? И говорят ли они что-то кремлевская власть? Или они не имели в виду вообще все мнение россиян, как мы это видим последние несколько десятилетий? Не-не-не, конечно, кремлевская власть, это они много чего говорят. Именно поэтому, как, собственно, я и предупреждала с самого начала. И Лене Долунцову буквально сегодня ей отказали в регистрации. Даже подписи собирать не дадут. Почему? В том числе потому, что, собственно, нас поступает против действующей власти. А сбор подписей — это тоже некоторая агитация. Поэтому зачем же ходить по России и всякие страсти рассказывать? То, что яйца подорожали, и без нее люди знают, и без нее это всех волнует. Почему не волнует переизбрание Путина? Так, извините, уже 23 года этот самый Путин у власти. Засыпаешь Путин, просыпаешься Путин. И ты не знаешь ответа. Поэтому, конечно, волнует это очень мало кого. Потому что событие не то, что ожидаемое, а, собственно, к сожалению, все понимали, что именно так и будет. Но мы так понимаем, что нельзя говорить Иран о том, что холодильник побеждает телевизор. Говорили с Геннадием Гудковым, российским оппозиционным политиком. Он говорит, что, ну вот да, беспокоит, но, в принципе, ожидать каких-то шевелений не стоит по этому поводу от населения. Вы согласны? Ну, дело в том, что если говорить о каких-то революционных сценариях, всегда должна быть эмоция для того, чтобы что-то запустилось. Что людей действительно волнует. На самом деле есть другие опросы, которые показывают, что больше всего россияне не согласны с тем, что зэков администируют за то, что они участвуют в войне. И то, что возвращаются эти самые зэки на родину и продолжают убивать, это россиян очень даже сильно волнует. И, соответственно, если будут происходить какие-то резонансные убийства вот этими самыми вагнеровцами, вот это может быть той эмоцией, которую россиян раскачает. Ну, а, конечно, холодильник, он готовит почву. То есть, когда человек долго не понимает, что он будет есть, и у него уже какие-то мысли о том, что что-то идет не так в голове, начинают троиться, и он вспоминает о том, что иногда нужно думать. И потом вот на это падает какое-то событие, и тут уже, возможно, варианты. Варианты, возможно, судя по всему, и касательно развития ситуации вокруг недовольства жен и родственниц мобилизованных, потому что, как бы там ни хотелось Путину и местным властям, видим мы сейчас картины из Александровского сада, где собрались жены и матери мобилизованных, дабы возложить цветы к вечному огню. Их пришло не так уж и много, около десятка человек. Но, тем не менее, футболочки они надели с небезынтересной надписью. Ольга, давайте вместе с нашими зрителями посмотрим их обращение и прокомментируем. Значит, сегодня у нас мирная акция. Мы возлагаем цветы к вечному огню, потому что делаем мы это не случайно, а потому что наша власть намеренно замалочивает о том, что СВО – это вообще-то война, а не повеселительная сафари на территории Украины. И люди там умирают. И пока наш президент на прямой линии заявляет о том, что у нас 14 героев России среди мобилизованных, он почему-то не уточняет, а сколько среди этих 14 героев России по смерти? Значит, там у одной надпись на куртке «Верните мужа, я задолбалась», а у другой «Шойгу замени мобилизованных». Хорошо, даже если пусть пойдет кремлевское военное руководство по сценарию вернуть мобилизованных вот этим задолбавшимся, и не только Алишу, а нет ли это остальных? И будет ли это таким шагом, пока который возможные протесты больше перенесет на определенное время, или все-таки они найдут метод, как с ними побороться окончательно? Не пойдет. И, собственно, Министерство обороны уже сказало – не ждите. Пока война не кончится, ну, вот это то, что они называют специальная военная операция, никто никого не отпустит, потому что, собственно, товарищ Путин указ о демобилизации не подписал. Этот указ, так называемый указ о частичной мобилизации, под которой, на самом деле, может попасть кто угодно. Он действует до сих пор. И мобилизовывать по нему можно до сих пор. И, естественно, те мобилизованные, которые уже находятся на фронте, будут там сидеть столько, сколько захочет вот этот самый Путин, который нынче собрался бесконечно переизбираться. Поэтому, ну что остается женам? Ну, на самом деле, радикализовываться. И уже не только цветочки возлагать, а какие-то более жесткие требования выдвигать и кого-то еще привлекать в свои ряды, а не только там вдвоем, втроем и в пятером ходить. Понятное дело, что если будет большая опасность, то, наверное, на них начнут давить. Сейчас давят через, собственно, мужей, говоря, что если они не заткнутся, мы тебя на передок отправим, и вообще тебе кранты. Но тоже вопрос, насколько можно давить через них. У них-то в руках оружие. И не начнут ли они уже другими способами тоже протестовать. Поэтому это, конечно, ситуация неприятная для Кремля. И я думаю, что если не прекратят жены это делать, то они перейдут к более жестким мерам. Просто кого-нибудь начнут, против кого-нибудь возбудят уголовное дело и, по крайней мере, под домашний арест планы могут посадить. И смотрите, Ольга, примечательно, что это ведь уже Москва. А вот когда мы говорим о том, что кого-то они еще могут привлечь, а кого они могут привлечь? Кого-то тоже недовольных властью Путина, и не только лишь в вопросе мобилизации, а и другие такие протестные слои населения. Потому что мы понимаем, что хоть и немного их в России, но все же они есть. И как раз в Москве, Петербурге там должны быть недовольны тем, что происходит в Российской Федерации. Могут ли они вот именно в таких больших городах составлять еще большую опасность? И насколько сильно это не только лишь неприятно для Кремля, но и они боятся этого на самом деле, просто публично не покажут пока. В Москве, в Петербурге много людей, которые готовы выражать более радикально антивоенные настроения. И, собственно, мне кажется, если уже эти жены начнут говорить не просто верните наших мужей, «Штык в землю, давайте войну заканчивать». Пора уже войну заканчивать. Мне кажется, вот такие лозунги вполне себе могут гораздо больше людей выйти. И что уже с этими протестами будут делать власти, они не понимают. Поэтому я думаю, что они будут максимально стараться эту активность жен мобилизованных придушить. Посмотрим, какими методами. А вот, кстати говоря, так неоднозначная характеристика и среди оппозиционных политиков, и среди вообще слоев российского населения, блогеров. Некоторые говорят, что да, что вы, они выходят с такими вот просто лозунгами «верните мужа», да, я не хочу, вот то Оливье есть одна за новогодним столом. Другие же говорят, что на самом деле уже тот факт, что они идут и просят, а такие лозунги, а не там «остановите кровавую войну», развязанную Путиным, они выбирают, чтобы хотя бы каким-то образом им дали куда-то выйти. Потому что, мол, если они пойдут под лозунгами «пора остановить войну», то даже никто не даст им носа высунуть из дому, а уже там их, мол, свернут, запакуют, и на этом все и закончится. А как вы полагаете, они на самом деле понимают, что надо войну останавливать, а не просто мальчиков домой возвращать, их, как они называют? Кто-то понимает, кто-то еще нет. Это же как бы такой мыслительный процесс, и сейчас он происходит у них в головах. Поэтому есть те среди них, кто понимает, что нужно останавливать войну. А как можно установить войну? Да, по большому счету, пока Путин сидит-то в Кремле, война будет продолжаться. Если с Украиной, то со странами Балтии. Если не со странами Балтии, то с Польшей. Потому что Путин — это война. И для того, чтобы остановить войну, для того, чтобы Европа и мир был в безопасности, нужно что-то сделать вот самим этим самым Путиным. И вот это понимание должно постепенно проникать в головы и россиян, ну и, собственно, не только россиян. Потому что все боятся разговаривать о транзите власти. Режим change? Нет-нет-нет, ни в коем случае. Это страшно, это мало ли что там пойдет. Да нет, ребята, уж страшнее Путина, просто ничего не может быть. Он все время там с янтерной кнопкой наперевес бегает. Поэтому надо думать, каким образом избавить Россию и мир от этого самого Путина. Тем, кто не явился в военкомат по повестке, в Российской Федерации запретят сдавать экзамен на права. По сути, не будут перевыдавать. Выдавать права — это, в принципе, ожидаемая была мера. Ее раньше они поговаривали. И вот теперь соответствующую поправку МВД РФ предлагает внести в регламе сдачи экзамена на водительские права с 1 апреля 2024 года. Это, смотрите, как раз после перевыборов Путина, правильно понимаю, они будут 15-17 марта. И вот потом мобилизация, которая нет, но которая есть, и которая не останавливалась, которая с пущей, по всей видимости, оборотами, будет продолжаться после 17 марта. И вот с апреля уже как раз ни права не будут. Что еще может затянуться в рамках этой удавки? Границы закроют? Или как будут еще закатывать вот эту машину мобилизацией? Границы закрыть легко, да, потому что не зря же вот эти электронные повестки вводят, да, то есть чтобы было видно, кто не дошел. И, собственно, эти списки могли сразу же автоматически появиться на границу пограничника. Он смотрит в компьютер. А, парень, да тебя же ждут в военкомате. Что же ты тут делаешь? Даже не надо паспорта изымать, хотя они уже сказали, что могут начать изымать паспорта у тех, кто, собственно, не явился по повестке. Поэтому всяческих ужесточений будет все больше и больше. В том числе они будут давать регистрировать индивидуальных предпринимателей, чтобы люди и работают. Не смогли только через какие-то большие работы, где легко прийти, с помощью работодателя всех, опять-таки, на войну загрести. Поэтому всякий индивидуальный бизнес тоже будут придушивать. Собственно, иди сначала сдохни, а потом уже, собственно, с того света будешь бизнес развивать, а тут нечего тебе. Так что надо понимать, что после так называемых выборов Путина гайки будут закручиваться гораздо сильнее, и всех, кто не спрятался, всех загонят на войну. Вернемся еще к опросу Левада Центр, потому что спрашивали не только лишь о самом запоминающемся событии, а и о том, кого можно назвать человеком 2023 года. Конечно, слово «человек» к военным преступникам, которые представляют власть Российской Федерации, тяжело применить и дружкам их. Но, тем не менее, Путин на первом месте как-то не густо, 53%. В основном 65% вот этих его почитателей – это люди старше 55 лет. Но и в промежутке 25-39 лет тоже есть вот такие вот его пособники. На втором месте Александр Лукашенко. Вот, видимо, недаром говорят, что некоторые были бы не против, если бы он сел в Кремль. Мишустин Лавров на третьей и четвертой позиции. Си Цзиньпинь уже тут затесался, значит, на пятой. И Евгений Пригошин. Земля ему не пухом, а стекловатой. Значит, тоже там есть на шестом месте. А о чем нам это говорит? Дальше Шойгу, Орбан, ну, все вот так по списку. Джо Байден, кстати, тоже есть. Ну, да, Джо Байден где-то совсем далеко. Но надо сказать, что, во-первых, понятно, почему они приклопнули пригожно, потому что он у них даже Шойгу опережает. Поэтому дело такое опасное. И это он сейчас уже, его давно нет, а он все еще где-то там в списке. А когда он был, наверное, повыше стоял. Поэтому такая, так сказать, достаточно опасная история. Ну, а что касается того, как россияне, кого ставят на какое место, ну, слушайте, я вот согласна с вами, а чего у Путина-то так мало? Почему не 86%? Почему не 98% в конце концов? Что это за какой-то, я не знаю, я даже не знаю, как это назвать, конкуренция какая-то. Да он же безальтернативный белигер. Как можно вообще начать думать? Поэтому вот посмотришь на такой опрос и думаешь, да, какая-то там регистрация альтернативных кандидатов. Вот Харитонов, Слуцкий и довольна, и больше никого не надо. Да-да, об этом сейчас поговорим. Еще уточню о Пригожине. Мы видели статью Wall Street Journal, которая вышла буквально на этих днях, и в которой речь идет о том, что Патрушев командовал парадом ликвидации Пригожина. Но в то же время Александр Невзоров, публицист, журналист, да не только лишь, говорят, что это вообще такая отводочка глаз, что, мол, Патрушев виноват, а Путин чуть и не белый и пушистый, и он прям добро дал, но не он это заказывал. Но мы же понимаем, что на самом деле он это все просто через Патрушева и реализовал, что это он и отдает такие приказы, что он такие идеи воплощает просто чужими руками. Или, может, как-то мы ошибаемся? Ну, на самом деле, совершенно очевидно для меня, что в той бантистской структуре, которую себе представляет власть Российской Федерации, решение принимает пахан, то есть Путин. Поэтому условный хотя бы кивка головы Путина, что пора с ним, так сказать, заканчивать счеты, без такого кивка никакой ликвидации не будет. Но я бы обратила внимание и на другое, на их неуверенность в собственных силах. Я уже об этом говорила, и я буду повторять. Если бы Путин был так уверен в своей собственной вертикали власти, то зачем врать всем, что возбудили сначала уголовное дело за госпереворот, ну и прекрасно, в каталажку его, в суд волоките, давайте ему там 25 лет, пожизненно, и пусть сидит в черном дельфине, куда сейчас пытаются Навального этапировать. Что же они сначала возбудили уголовное дело, потом прекратили, а потом бабаха ликвидировали. Значит, что не уверены в суде? Не уверены, что Пригожина бы осудили? Или в чем они не уверены? Или что Вагнерпс, вы отбили его из автозака? Я просто не понимаю, зачем ликвидировать-то? Поэтому очень странная история, когда все возможности у них в руках, и вдруг мы видим, что вместо того, чтобы осудить Пригожина, они вдруг его ликвидируют. Да, вот чего они опасались? Того, что вагнеровцы придут и из суда его отобьют? И что еще? Или что действительно кто-то там в Министерстве обороны Пригожина поддерживал? Не случайно же Суровикина-то так и задвинули куда-то, и где-то он там сейчас болтается, ну, вроде как не в тюрьме, а вроде как жив. Но, тем не менее, видимо, какое-то усиление Пригожинского влияния в Министерстве обороны они тоже опасались. Значит, видимо, больше всего они опасались военного переворота. Ну, по крайней мере, какой-то части военных, которые готовы были этого самого Путина свергнуть. Ну и, соответственно, чего еще? Ну, вряд ли, по крайней мере, народных волнений. Хотя могли, опять-таки, опасаться, что люди этого Пригожина могут поддержать. И, соответственно, если начнется какая-то дележка власти, то, может быть, ситуация будет совсем не такая, как им кажется. В любом случае, они выбрали, что называется, неконвенциональное оружие. ликвидацию абсолютно в стиле бандитских 90-х, про которые они так много рассказывали. И, собственно, какими понятиями Путин руководствуется. Надо всегда помнить, что Путин выходец из 90-х. И для него вот те самые бандитские понятия, это и есть те законы, по которым он на самом деле живет. Мы уже с вами говорили когда-то, что Путин так боится, что меняет без конца охранников вокруг себя и не только лишь. А как вы думаете, какими еще методами они могут проверять вот это окружение его? Полиграф-то, может, с утра и вечером все проходят какие-то проверки, зачистки? И как положиться на тех, кто проверяет, если вот так боятся даже свои тени? Ну, вот поэтому он полагается, на мой взгляд, на нескольких ближайших друзей, на того же самого Патрушева, на того же самого Юрия Ковальчука, а остальные стараются много раз перепроверять, не подальше сажать и так далее, и так далее. Не случайно, когда мы с вами обсуждали не настоящий ли Путин был на прямой линии, либо его двойник, в том числе величина стала тоже иметь значение. Когда вдруг он внезапно оказывается слишком близко с другими людьми, сразу возникает вопрос, а Путин ли это? Или уже этих двойников так много, что одним меньше и не страшно, есть на замену второй, третий, четвертый, пятый. Да, действительно, и Васильевич сгодится, если что. Уже мы, конечно, не один раз сегодня вспомнили о том, что Путин всеми возможными способами, хотя он может тоже нарисовать себе, сколько они там хотят, 70%, 75% явку или даже выше, но тем не менее не дает он никому даже выдвинуться на пост его же президентства, потому что это же не выборы президента, это выборы Путина, наверное, может с этим связано, то, что не дают зарегистрироваться никому в качестве кандидата в президенты РФ. Сегодня так произошло с журналисткой, которой мы упоминали, Дунцовой, и вот она пришла в ЦИК, и Екатерине Дунцовой, Элка Памфилова, сказала, в принципе, то же самое, что 6 лет назад говорила Навальному. Давайте мы кратко послушаем и обсудим, что происходит. Сергеевна и ее полномоченных представителей. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Ксения Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любое минус всегда можно перевести в плюс. Любой опыт все равно опыт. Поэтому. Коллегия. Говорит, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. И более 100 ошибок Центр избирком Российской Федерации обнаружил в документах Дунцовой. Сама она также это прокомментировала. Говорит, получила вчера официальное приглашение, потом перенесли, потом не хотят регистрировать, но я не сдаюсь и готова идти до конца. Также она обратилась к партии Яблоко, но те говорят, что не будут ни сами выдвигаться, ни выдвигать Дунцову в качестве кандидата в президенты Российской Федерации. Отчет 100 ошибок они тысячу обнаружили. И что это Явлинский так решил тоже не сам выдвигаться, ни ее выдвигать. Что там происходит? Запугали, шантажируют. Ну, это называется, Явлинский получил предложение, от которого он не смог отказаться. Да, не вначале, даже я напоминаю, что Явлинский и к Путину ходил, да. Надо сказать, я с одним человеком, просто я не люблю спорить. А так мне предлагали поспорить, между прочим, на 100 евро, что Явлинский будет выдвигаться. А я говорила, что он не будет выдвигаться, его не зарегистрируют. Их надо было все-таки согласиться. А то, так сказать, конечно, я выиграла, но не получу награду. А что касается Дунцовой, тоже ожидаемо, да, потому что, собственно, не случайно ее нотариуса вызывали в Минюст. И поэтому для меня было ожидаемо, что ей не дадут даже приступить к этапу сбора подписи. Я об этом говорила. И удивительно, что ее штаб так не думал, да, еще удивительная вещь, что, понимая, какое будет внимание, кто-то вот ко всем деталям, да, кто-то даже расписался в виде котика. Но это же, что называется, не прикол. Да, вы же собирались серьезно участвовать, или мы что-то не поняли. Поэтому, да, будет столько кандидатов, сколько нужно для того, чтобы выборы не можно было просто проводить, да, чтобы это был не один Путин. Но они будут такие, что ни у кого никаких сомнений в результате, в принципе, не должно возникнуть. Посмотрим еще, будут ли выдвигать новые люди. По слухам, они выдвинутся не Нечаева, а Дованкова. Это тот самый человек, который баллотировался на пост мэра Москвы и набрал 5 с чем-то процентов голосов. Но, по крайней мере, он точно будет сильно моложе всех остальных кандидатов. Так что, хотя бы так, немножко гендерного разнообразия не будет, но возрастное разнообразие, возможно, будет на этих псевдовыборах. А сколько конкурентов в кавычках себе позволит иметь Путин? и, может, Гиркина зарегистрирует? Я не знаю. Я ставлю на троих, хотя, уже появилось сообщение, что еще Бабурин будет выдвигаться. Но я считаю, что 4 человека вполне достаточно. Но еще раз повторюсь, что удивительно, что эти выборы похожи на выборы 2004 года, в которых Путин не был уверен в себе. И, видимо, ситуация действительно внутренняя российская, чуть хуже для Кремля, чем даже мы на это можем рассчитывать. Так что давайте и дальше разжигать огонь революции и, глядишь, мы его вот этим образом приближаем. Да-да, давайте. Но в то же время, Ольга, у меня вот возникает такое непонимание. С одной стороны, Путин же себе может нарисовать любую цифру, даже если там будет не 3-4, а 103-104 конкурента. С другой стороны, его же цель это легитимация себя снова на посту Путина, чтобы показать и своему обществу, и вот этому вражескому западу, что вообще-то в Российской Федерации все нормально, и есть демократические процессы, есть электоральная процедура. Так почему же не хочет на полную показать вот эту шоу-программу и зарегистрировать всех, сказать, вот я какой вообще, что вы на меня говорите, я не там, не Ким Чен Иен, у меня вот так все прозрачно, конкуренция есть, борьба есть прямая. А что же такое? Во-первых, есть статистика, да, то есть иногда люди просто случайно куда-нибудь не туда поставят галочку. Если много кандидатов, то в принципе кто-то там получит, ну, условно говоря, 20 человек, если каждый получит по полу процента, это немного, это уже 10 процентов. то есть эти 10 процентов у Путина что ли украли, да вы что, так разве можно себе позволить? С другой стороны, что касается явки, ну вот смотрите, я вам предлагаю следующий сценарий. Те люди, а мы прекрасно понимаем, что и в оппозиции тоже есть вполне себе, так сказать, специально обученные люди, которые туда посланы, да, есть те, кто просто доверчивые, наивные, которые прислушиваются, потому что посланы-то люди неглупые, да, которые умеют красиво говорить. Вот они говорят, посмотрите, нашу Дунцову-то отказали в регистрации, о чем это говорит? Это говорит о том, что протестные настроения в России сильны, а что это значит? А это значит, надо всем идти на выборы и голосовать там, ну, условно говоря, за любого, как сказал Навальный, уже после своего исчезновения, ну, например, за Харитонова. Так что все идем и голосуем за Харитонова. То есть таким образом и явка не, падает. Ну и, извините, все-таки Харитонов даже не Зюганов. И даже тогда, в 2004 году, он набрал 13%, сейчас он наберет еще меньше. То есть задача, чтобы все остальные кандидаты набрали в сумме не больше 10% голосов. И тогда действительно можно нарисовать спокойно Путину процентов 86. Это мой прогноз. Уже сейчас мы его замердим. И успокоился. И даже спорить с вами не буду, потому что вполне реалистично их желаниями, хотелкам представить, что все за Путина вот такая вот цифра. Ну, может, там даже еще чуть больше, но думаю, где-то так, да, чтобы создать видимость легитимации и объективности. А что мы должны понимать, Ольга, и по вашей информации, по вашим сведениям о Дунцовой, это реально какая-то альтернатива могла бы быть? Или кто за ней может стоять? И если она все-таки просто так не замолчит и не сдастся, мы тоже через неделю будем искать там же, где Навального? Или какие перспективы вот таких конкурентов? Ну, смотрите, это такая попытка сделать из нее такую российскую Тихановскую, да, и попытаться реализовать этот сценарий. Если мы посмотрим и по биографии, да, так сказать, молодая женщина, 40 лет, мать, троих детей, ну, правда, не домохозяйка, как Тихановская, а все-таки там муниципальный депутат, но, тем не менее, вот чисто по образу она похожа. С другой стороны, смотрите, за несколько дней до подачи документов в ЦИК, да, проходит утечка, что ее поддерживает Ходорковский. Вроде даже сам Ходорковский от этого это не сильно отрицает, понимая, что внутри России это просто как красная тряпка для быка. И мы знаем, что действительно Ходорковский помогал, собственно, Дунцовой в ее попытках зарегистрироваться. Да, и, соответственно, что сейчас? Сейчас, возможно, разные сценарии, в том числе, так как все-таки у нее нет долгой оппозиционной истории, мне кажется, как следует ее напугать для того, чтобы она просто как политик, по крайней мере, федерального уровня больше никогда не звучала, это несложно, потому что периодически возникают такие люди, а потом пропадают, знаете, как комета пролетела, и вот уже ее нет. Был такой молодой человек, Егор Жуков, его активно раскручивало еще тогда присутствующая в медийной картине Россия эхо Москвы, ну и что, был этот самый, он даже, по-моему, собирался в президенты баллотироваться, и где этот Егор Жуков, да никто не знает, где он, и можно нескольких таких примеров привести, что если люди внезапно возникают ниоткуда, они обычно в это никуда потом и пропадают, все-таки политикой люди занимаются достаточно долгое время, сегодня в России просто так, если у тебя нет определенных взглядов, если у тебя нет системы ценностей, просто так ты заниматься политикой не будешь. Ситуация изменится тогда, когда поле для политической деятельности откроется, ну примерно как в 90-м году еще в Советском Союзе внезапно объявили выборы, и оказалось, что людей, которые готовы заняться политикой, не так уж мало, поэтому бояться, что а вот завтра ситуация изменится, а никого нет, бояться этого не надо, потому что люди появятся, главное, чтобы ситуация изменилась, а вот те, кто готовы бороться, ну может быть, даже и с оружием в руках за изменение ситуации, вот их действительно не так много, но они тоже есть, и это дает нам надежду. Так и хотела я добавить, что-то кажется, что политическим путем вряд ли чего-то можно добиться, а вот военно-политическим, как мы и с Ильей Пономаревым не раз говорили, более очевидно. Абсолютно, абсолютно, поэтому, собственно, в этом и есть формула успеха, что нужно развивать и военное крыло, и крыло политическое, и тогда у нас появляются шансы. Филиппа Киркорова захотели лишить звания народного артиста России за участие в нашумевшей, мягко говоря, вечеринке Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Значит, таким предложением выступит глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Телеграм-канал МАШ пишет, ну вот говорят, что надо же, их там разные российские помойки информационные, что теперь начали шерстить по своим. Если процесс пойдет так же, то скоро придут и за Газмановым. А что ж такое это Киркоров скрепы нарушил? Из чего такой вообще переполох в разных сферах вызвала эта вечеринка? Ну, пришли в одном носке на одно место. Ну что ж, что ж так все перепугались? Или сами захотели? Ну, может быть, конечно, и сами захотели. И во-вторых, конечно, то, что все это попало в СМИ, да, это такой пир во время чумы, который не очень хорошо заходит в разные аудитории сегодня. Поэтому надо было как-то отреагировать, надо было их всех напугать, надо было, чтобы это прекратилось. Поэтому вот такая реакция властей, а что вы хотели? Да, то есть если движение ЛГБТ, которого нет, объявляют экстремистским, а вы после этого в одном носке ходите, думаете, вам это сойдет с рук, если бы еще фотографий не было, условно говоря, у себя в коттедже собирайтесь и делайте, что хотите, но без фотографий, потому что иначе придут вот эти ревнители нравственности и вас всех коноктюты и прижмут. Кого в каталажку, а кого просто оштрафуют. Ольга, вы видите, что и будет какая-то идеология вот на фоне всего происходящего, что мы обсудили у Путина перед этими его псевдовыборами? Ну, он же в основном концентрируется на так называемом суверенитете Российской Федерации, который почему-то все пытаются разрушить. То финны, понимаешь, не, так сказать, Российская Федерация сирийцев на границу на велосипедах отправляет, а финны, наверное, почему-то, так сказать, у которых территорию в свое время оттяпали, да, а они, так сказать, что-то там хотят нарушить. То, так сказать, вообще это злобная НАТО изо всех щелей лезет и тоже на суверенитет покушается. Спрашивается, а кто, когда, куда-то, может быть, какую-то границу пересекал. Нет-нет, вы же сами пересекали, но нет, ни в коем случае, надо говорить, что все хотят, все что-то хотят от России. У нее всего много, все хотят чего-то забрать. Поэтому вот этот суверенитет, родина-мать зовет умирать, это вот, так сказать, те основные скрепы, на которые Путин и будет опираться. Другое дело, что от такой злобной родины-матери как-то уже все подустали. Все-таки, если даже возвращаться к скрепам, все хотят от матери скорее любви, чем ненависти, а у нас какая-то мать получается скорее на смерть похожа, чем на мать. Но вот такие они путинские скрепы, вот такое государство он строит, которым он управляет с помощью страха. А уж готовы ли россияне это терпеть или все-таки готовы как-то с этим бороться и все-таки подниматься на эту борьбу, вот уже решать самим россиянам. Да, вопрос пока открытый. Ольга, спасибо вам большое, что на другие вопросы мы также нашли ответы. Благодарю вас за вашу позицию, за участие в наших интервью. Увидимся через неделю. Берегите себя. Всего хорошего. Спасибо большое. Ольга Курносова, российская оппозиционерка, а также политический аналитик была вместе со мной Ириной Узловой. Друзья, спасибо, что вы приходите, смотрите нас. Нам очень приятно. Пишите свои комментарии, всегда интересно почитать разного рода ваши мысли. Ответим также и примем к сведениям, если нам будет интересно. И подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24-го. Так сейчас работают алгоритмы YouTube-а. Именно ваша подписка позволит нам вместе приближать нашу информационную победу как минимум и победу на подлюбое также, потому что все это взаимосвязано. Путин ведет гибридную большую кровавую войну. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Победим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!